Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие! Не показываю вам этот дождь, печальная картина, не хочу даже расстраивать вас, особенно женщин, в преддверии 8 марта такая погода, но ничего. Я сегодня приготовила, очень долго собиралась и наконец-то собралась и приготовила очень вкусную икорную пасту. Я обожаю ее, просто обожаю. По технологии приготовления она настолько простая, что даже ребенок может сделать ее, но в то же время она такая вкусная, как для бутерброда, для завтрака, даже для праздничного стола. Поэтому хватит разговаривать. Вот волшебный судочечек, здесь крышечка открывается и вот селедочная паста появляется. Она, как она пахнет и укропчиком, и лучком зелененьким. Ох, как это вкусно! Как это вкусно! Я уже пробовала, я не могла. Вот это блюдо, я не могу сдержаться ни чуть-чуть. Вот на хлеб намазываете. Какая песня! Бессовестно! Я знаю, что я бессовестно. Люди, наверное, там голодные на работе, думают, быстрее бы домой прийти, а я здесь ем, вот это вот такое вытворяю. Все, мои хорошие, извините. Если вы хотите приготовить селедочную пасту, пожалуйста, смотрите видео и готовьте. Поверьте, очень-очень быстро. Если вы не хотите возиться с селедкой, пожалуйста, покупайте пресервы. Но по цене вы увидите в видео, я там все буду показывать. И еще посмотрите, как правильно быстро разделать селедку. Хватит теревенеть, починаем готувать пасту из оселедца. Оселедец – это по-русски селедка. Все, мои хорошие, готовим! А вы смотрите, вы смотрите, я уже приготовила. Вы смотрите и делайте выводы. Прежде чем приготовить нашу прекрасную намазку, мы должны очистить селедку. Я вот купила вот такую сельдь. И мы ее сейчас на 13 гривен затянула такая селедочка. А пресерва стоила бы гривен 35. Ну, как селедку выбирать, вы уже знаете. Глазки должны быть. Но мне вот что-то живот в ней, честно говоря, не очень нравится. Такой какой-то он надутый. Надутый, не знаю почему. Ну, надутый. Так. Вот так ножичком потюкать, чтобы лучше очищалось. Так, дальше. А что я такой ножик взяла, вы не знаете? Такой ножик, что только им... Я не знаю, что этим ножиком делать. Сейчас попробую на соль. Ну, ничего. Не соленая, не очень соленая. И сейчас снимаем шкуру. Хожицу, вернее. Хотите с головы, хотите. Я просто не могу этой рукой, вы знаете, что у меня за проблема. Короче, сейчас очищаю полностью селедку. Жирное, хорошее. Сливочное масло нам понадобится. Чуть-чуть мягенькое. То есть, комнатной температуры. Так, дальше переворачиваем. Это не пахнет селедкой. Я уже начинаю сама себя внушать. Бог знает, что. Вот видите, мне с хвоста почему-то легче очистит. Ну и потом этой рукой, естественно, попроще. Вот, видите же, вылазит. Это все на дощечке делайте. Укрывайте пленочкой, чтобы ничего не пахло. Потому что ножик можно помыть. Так, все. Некрасивую часть, то есть, вытаскивание кишек, я вам показывать не буду. Так, все. Селедка внутренностей всех лишилась. Теперь вот так берем хвостик вот так напополам и разделяем на две части. Вот так, хоп. И все. Видите, реберные кости у нас остаются здесь. Вам видно? Вот они. Теперь пальчиком вот так раз по хребту. Хоп. Филе отделилось. Вот смотрите, как отделяется. Видите? Не спеша. Раз. Готово. И эту часть точно так же. По хребту пальчиком идете. Вот здесь вот. Оп. До хвоста. И здесь вы просто тянете. Не спеша. О! Вот его как селедку мы с вами разделали за две секунды. Смотрите. Все основные кости здесь у нас. Так. Теперь. Сейчас я возьму тарелку. И теперь смотрим пальчиками, где у нас есть косточки. Удаляем последние косточки. Но селедка у нас будет перекручиваться через мясорубку. Поэтому не переживайте. Если эта косточка какая-то останется, она останется у нас на ноже. Вот здесь кости еще есть. Но они такие большие. Вы их видите. Пожалуйста, без очков даже вы все кости вынимаете. Да, это вроде бы так, знаете, не очень красиво. Руки испачканы. Но я вам покажу, как оно есть. Так. Все. Здесь нету кости. Следующая филешка. Вот снимается. Все кости вынимаются. Вот они. И хорошо видно. Кост нам не нужен. Тут еще плавничок. Вот так все. Рассматриваем еще раз. Ничего нету. И здесь. Вот здесь только все. Вот так пальчиком ведете, оно чувствуется, где кости. Одна косточка осталась. Все. Рыбу мы с вами, вернее, селедку мы с вами разделали. Буквально 5 минут. Да, немножко руки испачканы. Ничего. Сейчас пойду помою. Все, селедка готова. И сейчас мы с вами будем готовить вкуснющую, вкуснючую намазку. Продолжаем. Селедка, это же еще не все. Селедка, если она у вас соленая, вы можете ее выморщить в молоке. Молоко часа 2. Подержали в молоке, потом поменяли молоко и еще часа 2, часа 4. Но у меня селедка отличная. Так. Мне нужно для этого блюда будут вареные яйца. Два вареных яйца. Но я буду использовать не яйца, а я готовила десерт. И у меня остались, сейчас вам секундочку покажу, и у меня остались 4 желтка. Вот я их высыплю в пакет. Вот так в пакет. Я поставила уже сотейник и сварю их просто-напросто, как яйца пашут. И использую тем самым вот так вот все. Сейчас закипит вода в сотейнике, и я отправлю туда этот пакетик. И ничего у нас не пропадает. Варятся наши желтки. Вы берете яйца. Это просто я объяснила вас, почему у меня желтки. Я взяла 2 плавленых сырочка. Сейчас одну секундочку вам покажу. 2 плавленых сырочка 100 граммовых. Граммов 70-100 сливочного масла. 1 сельдь, вы видели, средняя. Дальше. Вот такой маленький пучочек зеленого лука и укропчика чуть-чуть. Можете по желанию добавить чеснока. Я вам уже добавлю сухого. Посмотрю. Сейчас мы все это, если у вас есть желание, вы можете перекручивать 2 раза селедку. Но мне достаточно одного. Я, как обычно, делаю 1 раз. Но, когда прокручиваете селедку, значит, первое селедка, потом сырок. Селедкой проталкиваете сырок, потом масло. Опять селедкой проталкиваете, чтобы в шнеке у вас ничего не оставалось. Сложности никакой нет. Здесь работает мясорубка. Включаем. Селедка поломается. Вот так, видите. И лучок можете сразу. Вам тогда легче будет перемешивать. Проталкиваете сырок, чтобы он на шнеке не оставался. И такая красивая масса у нас лежит. Так, вот такая масса. Видите, зачем 2 раза? Какое оно вкусное. Боже, как я люблю чай с этой намазкой. Ребятки, это вообще просто супер. Так, сейчас немножко поперчим. Здесь уже, знаете, если вот как вы форшмак готовите, то яблоки добавляют, хлеб обязательно. Так точно и здесь. Вы здесь можете специи добавить, чесночка сухого или такого, какого хотите. Так, а я сейчас быстренько вынесу яйцо, которое у нас сварилось. Смотрите, какое оно стало. Видите? Оно полностью сварилось. Вот. Вот оно. Вот такое оно стало. Вкусно, но остынет, потому что если горячее, масло потечет сразу. Добавлю сухой чеснок чуть-чуть. Меня Виталька заразила этим чесночком. Я не люблю чеснок, потому что он сильно чувствуется. А вот этот сухой, такая пикантность получается, что вообще супер-супер. Так, его сейчас, пока яйца у нас там остывают, мы перемешиваем до однородной массы. То есть селедка должна соединиться с сырком. Это лучше ложкой делать. Укропчик хорошо пахнет. Но не наделывайте сильно много, потому что вы же видите, здесь у нас зелень необработанная, чтобы она у вас не испортилась. На одну селедку нормально. Потом еще сделаете. Все, вот так вот до однородности вымешиваем, чтобы все-все соединилось. У нас еще видно, что селедка у нас, видите, отличается по цвету. Мы должны хорошенечко все перемешать, чтобы получилась однородная масса. Так, ну что, теперь яйцо. Включаю нас сорубку. И пропускаем яйцо. Желтенькое яйцо. У нас, конечно, много. Здесь три желтка. Вы возьмете одно яйцо. Все сварили вместе с белком, вместе с желтком. Все сюда отправили. Все вымешиваю. Пробуйте, какая у вас... А, это, извините, дедушка размораживается, лед летит. Пробуйте, какая у вас на соль селедка и добавляйте по соли. То есть уже вы сейчас должны полностью, как вы будете кушать, сделать, довести по вкусу. Все, вымешиваю. Так, я все хорошенько вымесила. Взяла вот такой у меня есть эмалированный судочек. Но, видите, там у меня немножко взбито, ну, надбито. Поэтому, чтобы, не дай бог, не было вреда, я затянула судочек пленочкой. Вы можете в пластиковый, но мне больше, конечно, нравится такой. И высыпаю сюда эту массу. Крышечка здесь есть. Накроем и в холодильник. Вот так немножечко. У вас будут белые вкрапления, потому что будет белок. Ой, как я люблю такое. Как я люблю такое. Я уже попробовала, честно. Ребята, сейчас я возьму кусочек хлеба. Вот этот хлеб сегодня купила. Никогда не видела. Называется социальный. Вот такая булка стоит 3,60. Ничем не отличается от того, что 9 рублей. Так, я слышу, я слышу, слышу. Не порежу стол, не бойтесь. Вот так аккуратно. Так, что же я ту ложку вымазала, уже в рот там взяла. Все. Значит, возьму сейчас чистую ложку и беру нашу намазочку. Конечно, если бы зелени еще больше было, так вообще супер. Вот намазочка наша. Пробуем. Ребята, очень вкусно. Я очень давно хотела приготовить эту намазку. Очень давно. Какая вкуснятина. Нельзя остановиться. Сейчас, мои дорогие, сейчас. Что, мои хорошие, я уже хлебушка, видите, отрезала еще все там, в которой миски было в основной. Все уже выбрала и съела. Очень вкусная закуска. Ребята, вот правда, с чаем, это просто вкуснятина. Вот такой вот селедочной массой можно наполнять помидоры, можно наполнять яйца половины. То есть, это можно сделать как праздничное даже блюдо, подать его на стол. Мне очень нравится это, я бы сказала, паста селедочная. Она очень вкусная. Я надеюсь, что вы попробуете это, недорого, приготовите и действительно убедитесь, что это вкусно. Все, мои хорошие, кто не подписался, подписывайтесь, смотрите мои видео. Я вас жду, новых подписчиков у себя на канале. До свидания, я вас люблю. Извините, не до свидания. Я забыла. Вот смотрите, вот эта крышечка, на металлолом уже можно поздавать. Мама по такому дефициту доставала их. Этой крышкой, вот накрываем, смотрите, и все, и ставим в холодильник. И может храниться так наша паста, ну, 3-4 дня в холодильнике, это точно. Все, мои хорошие, до свидания. Вы теперь уже, до свидания.